НАРТ стал площадкой для проведения спартакиады профсоюзов. Наряду с участниками соревнований здесь очень много тех, кто бегает, катается на велосипеде или просто ходит. Вся эта картина заставляет улыбнуться организаторов. Ведь основная цель мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Профсоюзы, трудящиеся республики, проявляют очень активную жизненную позицию. Во всех мероприятиях, которые проводятся в Карачаево-Черкесской республике, нам совершенно не безразлично, как живет республика, как процветает наша республика. Яркие транспаранты в руках участников соревнований наглядно подтверждают, как много отраслей, охваченных профсоюзным движением. Это здравоохранение, образование, культура, строительство, жизнеобеспечение, транспорт и многие другие. Всего 11 команд. Все они будут бороться за место победителя, который обеспечит пропуск уже на всероссийские соревнования профсоюзов. Это очень символично, что сегодняшнее мероприятие и большая часть его спортивных состязаний посвящены комплексу ГТО, так как в 2014 году по указу президента Российской Федерации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО начал свое возрождение. И очень скоро каждый житель Российской Федерации получит возможность показать и продемонстрировать свои физические навыки, выполнить комплекс ГТО и получить соответствующий знак отличия. Все новое, хорошо забытое, старое, так и нормы ГТО, которые просуществовали 60 лет до развала Союза, прошли испытания временем и вернулись уже в 2014 году. Участники соревнований состязались в беге на 60 метров, меткости, впрыгали с места, отжимались. В общем, перечень современных нормативов мало отличается от тех, что были более 20 лет назад. В общем-то, я первый раз вообще участвую в таких соревнованиях, хотя наш коллектив уже несколько раз участвовал. Но, как говорится, очень довольна, очень море позитивных эмоций. Мы, как говорится, вспомнили молодость, вспомнили детство, почувствовали себя молодыми, задорными и такими активными людьми. В заряде положительных эмоций, несмотря на жару, сложно оставаться безучастным наблюдателем, поэтому зрительские места пусты. Все действие происходит на поле, в окружении болельщиков. Какие впечатления? Честно, очень хорошо, очень нравится. Почаще надо так. Руслан, как отстрелялись? Могли бы лучше, но тоже результат хороший, пока лучший результат показывает наша команда. К тому человеку, кто любит это делать, это доставляет удовольствие. Напряг никаких нету. Отдыхаем. Ну, а Рус, вы сегодня наблюдатель или участник этих соревнований? Я посчитал сегодня, что наблюдателям будет маловато. Я решил поучаствовать и помочь как-то нашей команде. Желаю всем удачи, победить, как всегда, сильнейшим. 70-летие победы в Великой Отечественной войне уже отметили. Юбилейный год еще продолжается. Вот и сегодняшнее мероприятие было посвящено этой дате. Екатерина Семенова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.